МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Одессе рыбка большая и маленькая. В Волгу выпустили мальков в стерляде. Министерство обороны страны и частные инвесторы окажут поддержку в строительстве Чувашского кадетского корпуса. Конкретные договоренности были достигнуты накануне. В Москве подписали четырехстороннее соглашение о реализации важного для нескольких тысяч ребят проекта. Тема продолжит Дмитрий Ковалев. Гвардейцы с троевым шагом вносят в зал красные папки с текстом соглашения сторон. Церемониал подписания стратегических документов в Министерстве обороны выверен до мелочей. Подписание соглашения в Минобороны страны – очередной шаг в развитии военно-патриотического воспитания молодежи. С каждым годом кадетское образование становится востребованным и доступным. Только в ПФО за последние годы было открыто четыре новых корпуса. Нами накоплен большой опыт в организации суворовских военных училищ и кадетских корпусов. Такая форма обучения успешно себя зарекомендовала. Она позволяет воспитывать всесторонне развитых и патриотически настроенных граждан, а также эффективно противостоять негативным явлениям в молодежной среде. Особенность этих учебных заведений состоит в том, что решением министра обороны они все закреплены за соответствующими видами и родами вооруженных сил. Два кадетских корпуса у нас закреплены за воздушно-десантными войсками, один за военно-морским флотом, один за сухопутными войсками, но один кадетский корпус у нас работает в системе Росгвардии и Министерства внутренних дел. За каждым кадетским корпусом закреплены не только вид или род вооруженных сил, а закреплены высшие военно-учебные заведения соответствующего профиля. И войсковые части, где ребята проходят профориенционную подготовку, где ребята проходят сборы, а самое главное впитывают армейский дух, который, соответственно, потом является основой для воспитательного и образовательного процесса. Министерство обороны окажет шефскую помощь и Чувашскому кадетскому корпусу. Ведомство предоставит все, что необходимо для обучения ребят. Сегодня мы делаем очередной шаг, заключаем соглашение о взаимодействии по оказанию шефской помощи Чувашскому кадетскому корпусу, имя Героя Советского Союза, Кочетово. Уверен, что это позволит воспитанию корпуса научиться быть самостоятельными, ответственными людьми и сделать все для того, чтобы наша страна процветала. В этом заинтересованы и частные инвесторы. Группа компании «Ренова» за свой счет возведет спальный корпус для кадет на 250 мест. Мы много реализуем в целом благотворительных проектов, но такого рода проект у нас, по сути, первый. И отличается для нас он тем, что мы не просто планируем оказать финансовую поддержку проекту, в частности, с организацией строительства спального корпуса, но мы видим свое участие в этом проекте значительно шире. Надеемся, что, так сказать, воспитанники этого кадетского корпуса будут очень важной и нужной частью нашего в целом будущего поколения. В республике количество кадетов увеличивается с каждым годом, и большинство ребят, пройдя эту школу, поступают в военные вузы. У нас сегодня в разных войсках вооруженных сил Российской Федерации и военно-морском флоте служат 8 тысяч контрактников, и животный этот показатель улучшается, и выпускники разных школ всегда хотят поступить. Понятно, конкурс большой, и эта школа даст 400 кадетам поступать в высшие уже учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации. Кадетский корпус создадут на базе республиканской школы имени Героя Советского Союза Александра Кочетова. Здесь будут готовить специалистов для воздушно-космических сил, начиная с пятого класса. У нас были кадетские классы, но кадетская школа – это 60-е годы постройки. А сам герой, Александр Васильевич Кочетов, во время войны сделал 488 боевых вылетов и сбил практически около 50 самолетов этих боевых действий. Остался жив, и его мечта была, чтобы патриотические чувства на самом деле молодежи возрождать. Чувашский кадетский корпус намерены возвести до сентября следующего года. Этим летом будет заложен первый камень. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика из Москвы. Применять новые технологии, знать о современном оборудовании – одна из основных задач современного агрария. Держать руку на пульсе помогает выставка «День поля». Она предлагает на выбор практически все, что необходимо для успешной конкуренции на сельскохозяйственном рынке. В этом году экспозиция расположилась в Цивильском районе. Свою продукцию представили более двух десятков крупных поставщиков из шести регионов страны. Вместе со специалистами выставку оценила и наша съемочная группа. Уникальность нынешней выставки в том, что каждая единица демонстрационной техники показала полный технологический цикл. А это самое главное для специалиста – убедиться лично в ее надежности. К тому же покупается техника далеко не на один сезон. 50% техники имеет возраст более 10 лет, 30% более 5 лет, поэтому технику надо объявлять. А здесь появляется возможность всем прийти, посмотреть, потрогать, пощупать. В «День поля» в Цивильском районе выставили свыше 100 образцов инновационной сельхозтехники, а также энерго и ресурсы, сберегающие технологии. Словом, проблем с выбором не было. Мы рады, вот только что министр сказал, что на 100 гектаров мощности и техники надо увеличивать, поэтому вот в этом направлении идем. Многочисленным коллективом руководителей, специалистов сельскохозяйственного производства района мы приехали. Интересуются новые техники, кто, у кого финансовые средства позволяют. В районе сельское хозяйство развивается неплохо. По зерновым в прошлом году мы первое место в Яльцикском районе разделили, по животному, по производству мяса третье, молока третье, поэтому двигаемся вперед. Шаги навстречу производителями и потребителями делаются. При этом сближение происходит не без федеральной поддержки. То есть, правительство России, многих производителей нашей техники субсидирует, соответственно, это интересны и потребители, и производители. Ну и вот, как заявляли продавцы, есть заявки от наших сельхозпроизводителей, и они надеются заключить контакт. Следующие выставки в рамках Дня поля планируется проводить здесь же, в Цивильском районе. Это будет удобно как продавцам техники, так и покупателям. Еще несколько выставок, и Цивильская торгово-выставочная площадка вполне может стать брендом, известным на всю Россию. Родион Архипов, Елизавета Зайцева, Олег Якимов, Республика. 8 июля Чувашия примет участников международного ралли «Шелковый путь». Оно стартует в Москве, а завершится в Китае. В Чебоксарах гонщики остановятся на ночлег. Последние организационные моменты обсудили сегодня руководители столицы и организаторы. Россия, Казахстан, Китай. За две недели участники «Шелкового пути» преодолеют на грузовиках и внедорожниках 10 тысяч километров. Ралли стартует 7 июля с Красной площади в Москве, а уже 8 июля экипажи будут в Чувашии. В Ядронском районе проложен первый этап ралли – специальный участок гонки в 61 километр. После его прохождения участники направятся в столицу республики, где примут участие в праздничной программе на Красной площади, а затем переедут на ночевку на территорию Чебоксарского авиаклуба. В данном месте, где мы сейчас располагаемся, будет находиться бивуак – это место стоянки. Общее количество автомобилей, которые будут здесь – это 150 автомобилей гоночных, которые на сегодня заявились на участие в ралли, и порядка 250 машин обслуживания. Территория для размещения гостей должна соответствовать международным стандартам, отметил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков. Город должен выглядеть достойно. Мы сегодня обсуждаем вопросы размещения, питания, ночлега гостей на территории аэроклуба. На сегодняшний день, на данном этапе, нас устраивает отношение города к нашему проекту. Довольно-таки позитивное настроение, понимание наших проблем, ну, оказание содействия. То есть, мы довольны на данном этапе. Что касается передвижения по трассе между Ядрином и Чебоксарами, то перекрывать ее для проезда участников ралли не будут. Ольга Пырочкина, Расиль Мухаммедов, Республика. В Подмосковье завершились учебно-практические курсы подготовки военных корреспондентов «Бастион». В них приняли участие представители федеральных и региональных СМИ, в том числе и нашей телерадиокомпании. Курсы проходили во Владимирской области на базе окружного учебного центра Западного военного округа в городе Ковров. Журналистов обучали, как вести себя в случае обстрела, обнаружения самодельных взрывных устройств, преодоления заминированных районов. Состоялась проверка знаний и умений, необходимых при информационном сопровождении событий в зонах вооруженных конфликтов. Подготовку в рамках курсов «Бастион-2017», проходивших в течение недели, получили 30 журналистов. Среди выпускников курсов «Бастион» и наш коллега Родион Архипов. Ценный вид исчезающих осетровых рыб и лакомый кусочек для браконьеров. Мы говорим о стерляде. Ее черная икра может стоить до 2000 долларов за килограмм. Однако поймать стерлядь на удочку из-за ее образа жизни почти невозможно. Остаются только сети и взрывчатка. А такое масштабное браконьерство – серьезное преступление. И на Волге все же это редкость. Редкостью стала и сама рыба. Вот и неудивительно, что сохранить стерлядь и восстановить ее популяцию – их теологи стараются всеми силами. За Волжье прошла экологическая благотворительная акция по зарыблению Чебоксарского водохранилища. Вот этих самых малюток выпускают сегодня на постоянное место жительства в Волгу. 11 тысяч мальков стерлядей отправляются в естественную среду обитания. Лет 10 назад в Волге ее было много, но все изменилось. Теперь без солидного подкрепления этой царской рыбки, занесенной в Красную книгу, грозит исчезновение. Так что на России рыбка большая и маленькая. Этих мальков привезли к нам из Самары. Три месяца их разводили в особых условиях и кормили специальным комбикормом. Сейчас малыши весят по 2-3 грамма, а по длине равны указательному пальцу. Мы регулярно проводим акции по зарыблению как Чебоксарского, так и Куйбышевского водохранилища. Последняя акция у нас была в 2014 году, если я правильно помню. Мы точно так же на этом месте выпускали. Надеемся, что она за три года подросла немножко. Надо уже омолодить. В естественной среде обитания Стерлиц живет до 30 лет. Растет довольно медленно, но зато достигает 15 килограммов. Эта рыба достаточно хорошо приживается в водоемах, неприхотливо и примерно через 5 лет дает потомство. Но чтобы так оно и было жителям Чувашии, нужно бережно относиться как к самой рыбе, так и к ее месту жительства – Волги. Росрыболовство говорит о том, что примерно больше половины или примерно три четверти выживает. Но, к сожалению, если не ограничивать вот эти грязные стоки, которые вредят Стерлиди, она ведь любит жить в чистой воде. И если не ограничивать браконьеров, то выживет, конечно, гораздо меньше. В этом году экологическая благотворительная акция прошла в поселке Октябрьский на берегу Волги. Провести спецоперацию по возрождению исчезающего вида доверили детям из оздоровительного лагеря «Волна». Впечатления очень потрясающие. Мы сегодня запускали мальков Стерлиди в Волгу, в водохранилище. Было интересно. Впечатления классные. Никогда такого не делал. Первый раз увидел Стерлиди, выпустил Волгу. Мальки Стерлиди, они занесены в Красную книгу, и это будет очень полезно для Волги и для экологии России. Заселение 11 тысяч мальков Стерлиди в Новый дом прошло успешно. Именно лето – самое благоприятное время года для выпуска мальков в естественные водоемы. В это время в воде развивается много микроорганизмов, которыми питаются подрастающие Стерлиди. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика. В Чувашии завершился традиционный 21-й благотворительный марафон именем детства во имя детства. Сбор средств шел пять месяцев. С помощью акции «Милосердие и добра» в течение многих лет поддерживаются дети, особенно нуждающиеся в социальной и медицинской помощи. Проведенная работа за эти месяцы позволила нам собрать в копилку 7 миллионов 658 тысяч рублей. И количество участников марафона – это юридические лица, физические лица – это 1661 участник. Это примерно такой же показатель, как и в прошлом году. Мы надеемся, что не зря мы провели закрытие марафона в Порецком районе, потому что еще раз подчеркнули, что Порецкий район собрал наибольшее количество средств в благотворительный марафон, расчете на одного жителя. Подробнее об итогах марафона 30 июня в программе «По существу» сразу после выпуска новостей. В свет вышло уникальное издание «Онтология современной поэзии народов России». В нем представлены произведения пяти поэтов Чувашской Республики. Геннадий Айги, Николай Смукова, Марина Корягина, Любови Мартьянова и Петра Якузана. Презентация книги прошла в Национальной библиотеке Республики. «Онтология современной поэзии народов России» – федеральный проект, который не имеет аналогов в отечественном и мировом книгоиздании. По словам министра информационной политики и массовых коммуникаций Республики Александра Иванова, «Чувашия» представлена самым достойным образом. В сборник вошли современные авторы, чьи произведения получили признание профессионального сообщества, нашли теплый отклик у читателей. «Онтология современной поэзии» стала первым из трех запланированных томов. Еще два будут посвящены детской литературе и прозе. Выбирали произведения для сборника «Региональные редакционные советы». В «Чувашии» эти функции исполнял Совет по реализации государственной политики в области издания социально значимой литературы. В «Онтологию современной поэзии народов России» включены оригиналы поэзических произведений 229 авторов на 57 национальных языках России, художественные переводы стихотворений на русский язык. В книге есть и обзорные очерки о каждом литературном языке и поэзических традициях народов России. Краткие справки об авторах. «Чувашское наследие». В детском лагере «Золотой колосс» открылась этнокультурная смена «Эткер». Яркий, живой, богатый – все это чувашский язык. Ребята знают его в совершенстве, хотя приехали с разных уголков России – Башкирии, Татарстана, Тюменской и Саратовской областей. Они живут там вместе с родителями, уроженцами нашей республики. Вместе с ними язык совершенствуют и местные ребята. Мне в лагере очень сильно нравится. Настроение каждый день хорошее. Дети очень понравились, и мы очень сильно сдружились с ними. Также здесь, в лагере, все почти разговаривают на чувашском языке. Если даже ребенок не понимает, то вожатые могут объяснить. Попасть в смену «Эткер» непросто. Вот уже в 13-й раз здесь собрались победители и участники чувашских олимпиад и конкурсов. Почти 40 ребят. Программа в лагере соответствующая. Просмотры фильмов о Чувашии, экскурсии в музеи, встречи с деятелями культуры и тематические мастер-классы. Организаторы обещают – 14 дней пролетят незаметно. Татьяна Леонтьева, Дина Кустова, Олег Якимов, Республика. Все лучшее дети. В Чувашии практически решена проблема нехватки мест в детских садах. Только в Чебоксарах за последнее время построено 18 новых детских садов. Один из них уже отпраздновал свой маленький юбилей. Современные детские сады очень отличаются от тех, что были раньше. Они больше похожи на сказочный мир, в котором дети, играя, раскрывают свой интеллектуальный и творческий потенциал. Детский сад «Эрудит» в полной мере оправдывает свое название. В этом году он вошел в список 700 лучших дошкольных образовательных учреждений России. И это не случайно. Традиция детского сада – на каждый день рождения дарить детям и взрослым новое образовательное пространство. И вот в этот пятилетний юбилей мы и ребятам, взрослым, всем гостям дарим пять островков детства. Каждый выбрал свой островок счастья. К примеру, сцена «Под открытым небом» вдохновила ребят на участие в спектакле. К своим новым ролям они отнеслись ответственно и получили самую даровую награду. Спасибо большое. Спасибо. Показывает все. А тем временем в теплице царства витаминов кипит работа. Юные дачники выращивают свой собственный урожай. У нас растут огурцы, баклажаны, арбузы. Мы за ними хорошо ухаживаем, поливаем, рыхлим, пшикаем. Стимул не жалеть усилий у ребят на виду. Арбузы уже зацветают, а вот помидоры только на подходе. Я хочу получить очень вкусные помидорки. Потом их буду дома, то есть в садике с ребятами кушать. Мы из нее сделаем, например, какой-нибудь салатик. И будущим актерам, и дачникам эти навыки очень пригодятся в жизни. Но важнее всего научиться правильно вести себя на улице. По такому импровизируемому пешеходному переходу ходить совсем не страшно и даже полезно. Ведь именно здесь дети закрепляют практические навыки безопасного поведения на дорогах. На островке Автогородок все по-настоящему. Машины, люди, даже регулировщик. Ориентироваться в пространстве помогают светофоры и разметка на дороге. Выучив здесь правила дорожного движения, дети смогут свободно передвигаться и в реальных условиях. Одни светофоры до машин, другие до пешеходов. До пешеходов там только красный и зеленый свет есть. А до машин красный, желтый и зеленый. В детском саду Эрудит работает множество образовательных зон, где дети могут провести время с пользой. Почитать книги, заняться творчеством, отдохнуть. Татьяна Филатова, Олег Якимов, Республика. Таким был этот четверг глазами корреспондентов программы Республика. Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. И до встречи в эфире национального телевидения. До встречи в вашей.